В Апатитах в буквальном смысле отгремел конкурс «Бешеная пила». На центральной площади пять команд за 90 минут на глазах у зрителей превратили бензопилами глыбы льда в изящные скульптуры. Кто стал победителем и почему конкурс сменил прописку, знает Антон Рассказов. За несколько минут до старта скульпторы прицеливаются, выводят на ледяных стенах маркерами и резцами силуэты будущих композиций. Проверяют инструменты и бензопилы. Ровно в 15 начинается ледовая битва. У мастеров всего 90 минут, чтобы из глыб прозрачного озерного льда сотворить скульптуру. В ход идут бензопилы, рецы и другие инструменты. Полет фантазии художников никто не ограничивал, но основной элитмотив шоу – чувства, которые растопят не только лед. Вот некоторые идеи. Работа называется выстрел или четкое попадание. В качестве мышления у нас выбран мужчина, у которого отверстие, а женщина-стрела, которая прорубает насквозь и в руках вырывает сердце. Когда этот город создавался, ведь его хотели назвать «Поцелуиск». Да, это многие знают, кто-то, может быть, не знает и об этом, о весне, о поцелуях, об ожидании чуда. Один из самых известных скульпторов – постоянный участник «Бешеной пилы». Кирилл Паир рассуждает, как пандемия коронавируса ударила по творческим фестивалям, ведь массовые мероприятия были долгое время под запретом. В России меньше всего. Очень много отменил зарубежных фестивалей. Практически все отменились. Зарубежные фестивали. Очень тяжело выехать за границу. Коммерческие проекты все закончились. Пока скульпторы работают, общаемся с инициатором конкурса и руководителем «Снежной деревни» Владимиром Камягиным. Он рассказывает, что инициатива провести «Бешеную пилу» в патентах в этом году принадлежит администрации города. Мы когда столкнулись с пандемией, конечно, получается, что массовые мероприятия были запрещены и все остальное. Поэтому, к сожалению, от самого фестиваля нам пришлось отказаться. В связи с тем, и дорогостоящее мероприятие, и возможности нельзя будет людям посетить его. Но «Бешеная пила» не умерла. Благодаря, опять же, инициативе администрации города Апатиты она опять радует горожан. Для нас находится, остается 13 минут. И ровно через 13 минут на центральной площади города Кинотетрополярный появятся пять новых достопримечательность. Они станут местным приезжанием не только для жителей Апатитов, но и, конечно же, для гостей Хибин. После окончания своей работы начинают жюри, оценивают произведения. Вот результаты. Первое место в конкурсе заняла скульптура «Предчувствуя весны» авторы Иван Локтюхин и Елена Тимофеева. Второе место у работы «Я люблю Хибины» авторы Кирилл Баир и Александр Михайлов. Бронза у апатичан. Скульптура «Паутина любви» авторы Валерий и Ирина Липанин. Церемонию награждения победителей участников провел глава города Алексей Геллеров. Центр города. Центр Кольского полуострова. И такие прекрасные работы. Это действительно радость. Это яркое событие. Это праздник для нашего города. Самое главное. Пять ледовых скульптур еще надолго до теплых весенних деньков станут украшением центра города. А также местом для селфи и фотосессий. Наша же общая задача теперь беречь эту ледяную красоту. Конкурс прошел, но красота осталась. И к счастью для наших северных краев радовать будет жителей и гостей города. Не до наступления календарной весны, а хочется верить еще как минимум несколько месяцев. Один из участников ледовых баталий, которые не охлаждают пыл, а напротив рождают теплые чувства. Сегодня гость студии Народного телевидения Валерий. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий, ну как оправдались ожидания? Победили фавориты или были дебютанты, которые выстрелили и добились сенсационных результатов? Нет, дебютантов не было. Были все профессионалы. Ну и вообще это блиц конкурс, поэтому здесь не может быть непрофессионалов. Здесь все мастера и такие мастера со стажем. Поэтому результат был непредсказуемый. Дрались все за первое место, поэтому все были в равных условиях. Мы вас поздравляем с третьим местом. Это призовое место. Свою собственную задачу, установку на этот турнир, скажем так, вы выполнили? Ну, мне кажется, что да. Валерий, а насколько авторитетными были эти соревнования с точки зрения того, кто к нам приехал? Насколько авторитетные были исполнители? Скульпторы приехали все достаточно мастеровитые, профессиональные. Все участники международных конкурсов. Ну и победители неоднократные. Поэтому можно говорить, что уровень профессионализма всех участников достаточно высок. Валерий, как часто приходилось вам соперничать с теми участниками, которые приехали в Апатиты? Удавалось ли их побеждать ранее? Или каждый раз это не берущаяся высота? Я имею в виду победителей, которые на этот раз были признаны. Ну, это Иван, конечно, да. Это такой соперник, на которого часто равняешься. Потому что он действительно очень сильный профессионал. Пытаемся до него допрыгнуть, так сказать, если можно так выразиться. Мы говорим про победителя. Абсолютного победителя. Видимо, он является также чемпионом многих международных соревнований, да? Да. Это, в принципе, его не то что хобби, как у меня, например, да. А он именно этим живет. Скульптурой он ездит с одного фестиваля на другой, занимается. И не только льдом, снегом. И у него и песок, и дерево. И все, что под руку попадет из всего, делает скульптура. Если мы говорим про конкурс, это же уже не только конкурс, да, где вы демонстрируете свое умение. Это уже как соревнование, по сути. И в любом соревновании есть формула победы. Да, например, в боксе это сильный удар, в футболе это точный удар. А вот здесь в чем секрет успеха? Ну, скульптура – это же искусство. Здесь нет как таковой формулы победы. Здесь она складывается из нескольких частей. Ну, это вот, наверное, основные можно назвать. Это вот хороший эскиз. Нужно обязательно рассчитать свои силы, чтобы за 90 минут успеть… Ну, вот вот соревновательный эффект. То есть вам дается 90 минут. А сколько доделать? Как минимум надо? Как минимум? Да по-разному. Зависит от сложности. Но в данном случае… Нет, 90 минут хватает. Вот, чтобы сделать достаточно хорошую скульптуру. Ну, вот в рамках этих, как бы, да, можно. Ну, и, наверное, к расчету своей силы еще, наверное, главное – это достаточно острый инструмент. Случается ли так, что конкурсанты не успевают, не укладываются в отведенное время, но при этом делают очень красивую скульптуру, но с какими-то незавершенными чертами? Бывает, бывает неуспеваемые. Я не всегда успевал что-то доделывать. Вот, но… И что, не засчитывается такая работа? Она не допускается, вот скажем так? Нет, она допускается, но, опять же, с минусом. То есть, законченность работы, да, как я уже говорил, учитывается в жюри. Вот, и в этом, в этой графе вы получите минус. Вот, поэтому… Как приходит идея создать ту или иную скульптуру? То есть, это вот она зреет в голове, или есть какие-то установки от организаторов конкурса? Организаторы конкурса задают тему. Они задают ее заранее и дают там обычно там, ну, несколько дней для того, чтобы нарисовать эскиз. Вот. И ты берешь в руки карандаш и начинаешь там судорожно рисовать эскизы одним за одним, там, выискивая какой-то более интересный, более, ну, как кажется тебе, выигрышный. Ну, я предлагаю прерваться на несколько секунд и посмотреть, какая задумка была у вас. Вот этот эскиз, он каким по счету оказался? Сразу ли пришло понимание, что вот с этой работой надо будет выступить на этом конкурсе? Да нет, конечно. Никогда, наверное, первый эскиз не берется в работу. Рисуешь обычно там 3-4, но это вот минимум. Вот, бывает там и до десятка доходишь, отрисовываешь. Ну, этот вот, как-то он достаточно быстро нарисовался, он был где-то там 4-5. Ну, и как оказалось, вы сделали правильный выбор. Эта работа вам принесла призовое место? Да, мы очень рады этому. Участники, все-таки, участники конкурса, их скорее, как можно назвать? Это художники, это скульпторы или это люди с особым талантом? Ну, без таланта тут точно никак. Вот, ну, скорее, все-таки это скульпторы, но такие, они, помимо таланта, здесь еще нужно большое желание, потому что лед, снег, он зачастую связан с не очень благоприятными условиями работы. Вот, особенно вот даже сейчас вот это было, да, это минус 20 градусов, это холодно все-таки. Ну, это не самое страшное. Самое страшное – это то орудие, которое помогает вам создавать красоту. Бензопила и другие особенные инструменты. Насколько безопасен этот вид искусства? С безопасным инструментом здесь не справиться. Лед – очень плотный материал, и безопасным инструментом его просто не взять. Поэтому инструмент должен быть очень острый, очень опасный, чтобы он мог грызть его. Вы создаете нетленную красоту, то есть скоро она растает. Как правило, каков срок службы этих скульптур, и сколько они радуют граждан? До теплых деньков, ну, или до вандалов, конечно. Вот, но в этом и прелесть, что они летают, и каждый год мы создаем, ну, опять же, себе поле для новых скульптур, поле для творчества. В следующем году вам, Валерий, успехов. Спасибо за то, что пришли в студию Народного телевидения и ответили на наши вопросы.